40 лет водил Монферран императоров по строительной площадке Исаакиевского собора. За это время они успели смениться три раза. Начиналось все при Александре I, заканчивалось при Александре II. Хотя, конечно, главным фигурантом выступал их брат и отец соответственно. Каждый раз, когда вы изливаете душу на тему придирчивых и своенравных клиентов, у которых 7 пятниц на неделе, а Гюз де Монферран откуда-то там с небес громко смеется вам в лицо. Представьте на секунду, что ваш главный заказчик царь. Тут, знаете ли, контракт разрывается в одностороннем порядке, а исполнителю даже в суд не подать. При этом клиент не просто всегда прав. Его правота богом помазана, поэтому твори и не жужжи. Исаакиевский собор был настолько важным, что у него даже родился младший брат, который поселился здесь, в Нижнем Новгороде. Это слепок с петербургского творения Зодчего. Он не такой помпезный, но перед вами Монферран в чистом виде. Вообще, на русский манер, архитектора можно было бы назвать Железногорским, поскольку Мо – это по-французски гора, Ферран – это Железный. Ну, а приставка «до» говорит, что он из города Монферрана, хотя он сам на самом деле родом из Парижа. Как истинный патриот, Анри-Луи-Агюст-Рикар вступил в Наполеоновскую гвардию и даже, проявив себя в одном из сражений, получил орден почетного легиона. Это нисколько не помешало ему найти способ вручить императору вражеской страны альбом со своими проектами, а затем и переехать в эту самую страну. Надо ли говорить, с какой любовью встретили его здесь коллеги по цеху, особенно когда узнали, что никому неизвестный блондин получил заказ на строительство главного храма империи. Если бы Монферран действовал в одиночку, то, скорее всего, проиграл бы в этой подковерной грызне. Но с ним был крестный отец русской инженерии, о котором мы уже рассказывали в этой серии, Августин Бетанкур. Он, собственно, и подсунул француза царю. Спасский собор в проекте именовался церковью Святого Макария. В своем отчете в 1818 году Бетанкур писал. Купцы кидали горстями деньги между глиною и каменями, так что фундамент, конечно, зарыто несколько тысяч рублей. Вообще, весь план ярмарки Монферраном сделан на основании предыдущего плана другого петербургского зодчего Адриана Захарова. Но Агюст Железногорский капитально переработал замысел своего предшественника, увеличив ширину улиц, площадей, наметив более выгодные акценты. Однако, помимо собора, гостиного двора, главного дома ярмарки, экзотических китайских рядов и многого другого, здесь были предусмотрены и другие чудеса не только архитектуры, но и гигиены. Впервые за все время проведения ярмарок в России в Нижнем были построены санитарно-технические помещения и две подземные галереи. Они проходили вдоль обводного канала, входы были оформлены в виде раскрытых шатров. И это была первая построенная в России подземная сводчатая канализация. Но если не считать ту, что начали сооружать в Москве в 1816 и закончили только в 1829 году. А Нижегородская ярмарка открылась в 1822 году под пушечную пальбу с купеческих судов. Если бы мы посмотрели в ту эпоху вот в ту сторону, то увидели бы перед собой совершенно иную картину. В связи с тем, что на ярмарку приезжало много купцов из Азии, а чай из Китая являлся одним из главных товаров, Монферран спроектировал эти корпуса в духе китайской архитектуры, хотя их общая композиция имела чисто классическую основу. Китайщина, или как ее называли по-французски «шенуазрэй», была крайне популярна еще во времена Екатерины II. Собор тоже имел другой вид, потому что рядом с ним была возведена колокольня. Причем ее снесли еще в конце 19 века, потому что она грозила обрушением. Но по проекту архитекторов Малиновского и Мичурина в 1906 году возвели новую колокольню. В дальнейшем, к сожалению, также утраченную. Чем принципиально отличается столица от Нижнего Новгорода, выяснилось на примере работ скульптора и декоратора Фридолина Терричелли. Монферран, выражаясь современным языком, сделал дизайн иконостаса, выполнить который доверил итальянскому мастеру. Если в Петербурге обнаженные и полуобнаженные святые воспринимались адекватно, то в Нижнем Новгороде купцы отказывались молиться перед таким бесстыдством. Поэтому некоторые из них приносили в храм свои иконы. В дальнейшем петербургскому мэтру Василию Петровичу Стасову была заказана переделка иконостаса, но его проект вышел слишком дорогим – 100 тысяч рублей. Поэтому работу выполнил другой столичный зодчий Роман Иванович Кузьмин, известный, помимо прочего, тем, что спроектировал футляр для домика Петра Первого. А несчастный Фридолина Терричелли в год смерти Пушкина и сам отдал Богу душу. Как писала его супруга, он на Невском проспекте попал под лошадь и ему разрезало голову. Иконостас его работы мы здесь не увидим, но творение француза Монферрана по-прежнему с нами. И по-прежнему является одной из самых главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Приезжайте и насладитесь видом этого в прямом и переносном смысле божественного здания. С вами был гид Павел Перец и команда проекта Нижний 800. Редактор субтитров А.Семкин